Всем привет! Сегодня я хочу распаковать вот такую большую посылку с Икеа. Конечно же я буду всегда знать, что в Украине нет Икеи, поэтому мы ее заказываем через посредников с Польши. Посылочка у меня в этот раз не маленькая, но товаров здесь не так уже много. Сейчас будет что распаковать. Заказывала я еще без сайта Икеа Клаб, никогда никаких нареканий не было. Все хорошо приходит, лично упаковано и у них скидка на доставку новой почты. Вот так все распакуешь. Выпаковывали все очень хорошо. И скотч, и бумага. И также они обязательно напоминают, что надо смотреть посылку на новой почте, что она застрахована на полную сумму. Но я как раз рискнула, не было времени у меня, если честно, ее рассматривать. Мы стали в порядке. Внешне не было никаких погрузений, поэтому решила ее рассматривать. И так, конечно, лучше не делать. Она еще тут запакована внутри. Пока распакуешь, перевода пройдет. Так, первое, что я вижу, что они прислались. Я уже залпалась, ты видешь сегодня. Я уже распаковываюсь. Так, первое, что я прислалась, это вот такие вот штучки для кухни. Это самый, самый веселый набор, который есть в Икеа. Он состоит из трех предметов. Мне нужны были именно щипцы. Давай ножнички. Давай ножнички, маме. Мне нужны были с этого набора именно щипцы. Так, следующий товар, это вот такая вот игрушка. Я думала, она будет в разнообразном виде, но все знают эту игрушку с молоточком. Ну, смотри, это же тебе игрушка. Думаю, что это должен быть хит. Хит от Мура, потому что он как настоящий мужчина. Он должен учиться забивать гвозди. Ну что, проверим. Смотри, смотри, какая ножка интересная. Мало ножничек, да? Идем вот так. Ну что, проверим. Можно пальчиком дать. Хм. Так, пока тут Тимур будет разбираться со своей лютой, я покажу вам, что еще заказал. Так, и последняя, самая заболевательная по всей посылке. Это вот такая вот подставка для разных целей. В общем, это может быть и как для детей, и просто как стремянка такая в доме. Она разобранная. Сейчас мы ее будем собирать. И покажем уже результат. Вот такая. Видно, вот так вот она выглядит. Так что сейчас будем собирать и покажем, что получилось. Вот этот стульчик в собранном виде. Мы им уже пользуемся где-то недели две. Я все никак не сняла видео. Могу сказать, что в процессе эксплуатации, конечно, он очень сильно затирается. Становится не очень приглядного вида, но мы его планируем покрасить. Поэтому это не так страшно. Я его, если честно, очень легко собрала. Там в конструкции все четко и ясно написано. Есть все инструменты. В общем, все очень легко и просто. Ребенку очень удобно. Мы теперь вместе можем готовить. Ему удобно и практично. И он сам прям залазит на вторую ступеньку. Хотя немножко страшно, что он так стоит. Но в целом я покупкой довольна. Единственное, что надо его в любом случае чем-то вскрывать.